Чтобы грызть гранит на оке, просто необходимо правильно питаться. Теперь за качеством еды внимательно следят не только сотрудники столовой, но еще и внимательные родители. В гимназии номер 4 прошла дегустация школьных обедов. Уже не первый год у нас реализуется федеральная программа «Родительский контроль». В ходе этой программы любой желающий родитель может прийти и увидеть, как осуществляется процесс питания и даже продегустировать. В течение 10 дней блюда в комплексных обедах не повторяются. Сегодня на столе стояли крестьянский суп, рагу, свекольный салат и компот. Еда пришлась всем по вкусу. Анна Пашнянская призналась, что обеды в школьных столовых сегодня намного вкуснее, чем были в ее школьные годы. Знаете, учитывая, что мой ребенок, когда приходит домой, говорит, что мама, я просила сегодня добавки, для меня уже о многом говорит. И мне кажется, у нас было не так вкусно. Именно вкусно. Не просто вот хорошо, овощи, мясо, но вот, знаете, что-то не так вкусно. Гимназия номер 4 – старейшее образовательное учреждение городского округа. Она входит в топ-100 школ Подмосковья. Именно в таких местах адаптируются все нововведения в сфере образования, которые впоследствии будут реализованы в других школах. Мы являемся базовой школой государственного университета, высшей школы экономики. Поэтому 30% выпускников наших имеет очень прекрасный результат по государственной итоговой аттестации. 30% получают аттестаты особого образца и в 9-х классах, и в 11-х классах. И успешно выбирают ведущие вузы России именно этого профиля математического, экономического, языкового и даже в вузы европейские. Уже третий год в гимназии осваивается новый подход к изучению такого предмета, как технология. Если раньше на уроке девочки учились шитью, а мальчики разбирались с электроникой, то теперь они учатся делать подделки на 3D-принтерах и занимаются робототехникой. Детям очень нравится, они с восторгом ходят на занятия, потому что, ну, не на всяком уроке у тебя есть возможность сесть вообще за компьютеры и там еще что-то создать, потом распечатать, отнести домой, прям модель показать. Это все-таки необычно и очень увлекательно для них. Особое внимание здесь уделили изучению английского языка. Лучшие ученики раз в год отправляются по обмену на учебу в Стемперскую школу. Желающих много. Конкурс проходит в несколько этапов. По моему мнению, здесь очень сильный английский. Мы учим его со второго класса. И гимназия дала прекрасную возможность побывать в Англии, познакомиться с английской культурой, лучше изучить язык, просто окунуться в эту атмосферу. Также не обошли стороной культурное развитие своих воспитанников. Эмоционально разгрузиться после занятий можно на сцене. В гимназии работает театр, школьники ставят произведения Ильфа и Петрова, Бунина и других известных авторов. Программа подбирается в основном вместе с педагогами русского языка и литературы. В частности, сейчас у нас идет подготовка к юбилею Достоевского. Если у нас все нормально будет, то мы 25 числа приглашаем вас на 200-летие за дня рождения Федора Достоевского. Мы готовим очень интересный спектакль. На этот учебный год гимназия планирует подтвердить свой статус одной из сильнейших школ и даже повысить свои позиции в рейтинге лучших учебных заведений Подмосковья. Редактор субтитров А.Семкин